Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Вячеслав Хатулев, кавалер ордена Сергия Радонежского, драматург, режиссер, писатель. Добрый день, Вячеслав Викторович. Здравствуйте. Я с большим удовольствием читал вашу книгу «Прикосновения» и погружался в атмосферу 70-х, 80-х годов прошлого века кинематографическая «Москва», «Мосфильм». Вы много лет проработали на «Мосфильм» в знаменитой экспериментальном творческом объединении Чухрая. Какой самый яркий кинематографический проект вы сейчас, с высоты лет, можете отметить, в котором вы участвовали? Вы знаете, два проекта, которые оставили на меня, произвели на меня неизгладимые впечатления, и оба проекта не осуществились. Я сейчас об этом расскажу. Однажды Григорий Нович Чухрая вызвал меня и говорит, «Вячеслав, будем снимать «Демон Лермонтова». Я говорю, Григорий Нович, а кто режиссер?» Он говорит, «Порожанов». Я говорю, а сценарий кто будет писать?» Он говорит, «Шкловский». Я говорю, Григорий Нович, ну, последний раз Виктор Борисович Шкловский писал сценарий в 1926 году. Он говорит, ну, хоть этот ты знаешь, молодец. Ну, давай начинаем работать. Вот так началось мое общение с классиком советской литературой Шкловским и с Сергеем Параджановым. Я помню первую встречу со Шкловским, когда он пришел подписывать на Мосфильм договор. Мы выходим из кабинета Чухрая, идем по длинному коридору Мосфильмовскому. Впереди меня идет Виктор Борисович Шкловский. В апреле месяце он был в длинном черном пальто в пол. Большая голова, бритая, почти без шеи. Голова сидела на плечах. Я шел рядом с ним, и вдруг я встал как вкопанный. Он обернулся и говорит, «Слава, что с вами?» Я говорю, «Виктор Борисович, вы же старше Маяковского». Он посмотрел на меня и равнодушно сказал, «Да, я родился в январе, а Володя в июле». И пошел дальше. Вот такая была первая встреча. Я часто у него бывал дома. Он читал мне отрывки из своего сценария, который он писал. Я чувствую, как то, что он читает и рассказывает, меня это начинает утомлять. Потому что из всех жанров Виктор Борисович предпочитал только монолог. А с другой стороны, что я, мальчишка, мог ему сказать и как подержать разговор. Я начал немножечко так приходить в такое состояние, когда мне хотелось как-то ответить. Я стал читать то, что он написал, потом открыл Михаила Юрьевича Лермонтова и, потирая потные ручонки, обнаружил ошибку в сценарии. И когда я в следующий раз пришел к нему, слушая его монологи, ерзая на стуле, думал, когда же он сделает паузу. И когда эта пауза возникла, я говорю, «Да, Виктор Борисович, у вас в сценарии ошибка». Вдруг он на меня поглядел так, как будто он меня видит впервые. Он говорит, «Какая?» Я говорю, «Ну вот вы пишете в сценарии, «Питомец гордый Карабаха придет ушами». А у Михаила Юрьевича написано, «Питомец гордый Карабаха придет ушми». Он посмотрел в потолок и сказал, «Да, вы правы, я диктовал по памяти. И это был урок для меня на всю жизнь». Познакомились с Паражановым. И когда мы сидели за столом, в большой гостиной, за столом сидела Серафима Густавовна, супруга Шкловского, и Ольга Густавовна, ее родная сестра, Суок, вдова Олеши. Паражанов и я. А на стене висел большой фотографический портрет, снятый на пляже. И два человека были сняты, они как бы прижались друг к другу спинами в модных в 20-х годах купальниках в полоску, от шеи до колен. Огромный, красивый Владимир Владимирович Маяковский и маленький Шкловский. И Паражанов, указывая на этот портрет, говорит, «Виктор Борисович, вот вы чувствовали спиной гениальность Маяковского? Или кроме мокрого купальника вы ничего не чувствовали?» Такое ощущение, что Шкловский ждал этот вопрос. Он стал говорить о чем угодно, только ни о купальнике, ни о Маяковском. Это было потрясающе интересно, да. Но дело в том, что Шкловский был великолепнейший рассказчик и о каким-то вещам у него научился. Он, скажем, как он монтировал свою речь, как кино. Он говорил одну мысль, потом вторую, которая не связана с первой, потом третью, и потом четвертая объединяла все вместе. Это было поразительно. Увы, картина не состоялась, потому что в это время у Паражанова начались большие проблемы, которые закончились его арестом. И из ЦК партии, нашего главного идеологического, как бы это сказать, центра, поступило указание, что эту картину снимать не надо. Поэтому проект не осуществился. Почему возникла эта идея? Как сейчас это бы назвали таким артхаусом, идею. Совершенно верно. При том, что экспериментальное объединение славилось такими массовыми картинами. С коммерческими фирмами. Я вам скажу, это очень хороший вопрос. Дело в том, что в это время у нашего объединения возникло очень много противников. Как правило, режиссеров с большим опытом, с мировым именем, потому что они стали подсчитывать, сколько зарабатывают режиссеры, которые пришли к нам. Скажем, Гайда, Киасаян и так далее. Таким образом, у Чухраева возникла идея снять фильм изящный, который не будет рассчитывать на публику. Вот, может быть, это одна из причин того, что возникла вот такая идея. Второй момент был, о котором мне тоже очень грустно говорить, хотя прошло очень много лет. Опять же, у Чухраева возникла идея снять экранизацию романа Богомолова в августе 1944-го. Фильм назывался «Момент истины». И пригласили режиссером, потрясающего режиссера, которого, вы знаете, по фильму «Никто не хотел умирать» Витаса Желакевичаса. Я был редактором на этой картине. И когда было отснято примерно 4000 полезного метража, это почти полностью две серии были сняты. Картину закрыли. Потому что был очень сильный конфликт между КГБ и режиссером. Консультант, генерал-майор от КГБ, который по первому варианту дал вместе с Богомоловым 1200 поправок, а по второму варианту 600, которые, естественно, Желакевичас не все старался выполнять. И в это время на съемочной площадке в экспедиции случилось несчастье. Покончил с собой один из исполнителей главных ролей актер Баб Каускас. Это стало поводом для того, чтобы картину остановили и закрыли. А самое трагическое заключается в том, что весь материал смыли. И я практически остался единственный свидетель, который видел этот материал. Вот два таких выдающихся проекта неосуществленных. Из того, что было. Ведь кто такой редактор? Как сказал главный редактор киностудии «Ленфильм» времен Чапаева Петровский, это отец нынешнего директора Эрмитажа, он сказал, что редактор – это профессиональный советчик. Вот я был таким «профессиональным» советчиком, скажем, у Андрона Кончаловского на картине «Сибириада». Но, мне кажется, фильм остался в том времени, в котором он был снят. И еще был один проект, я привел на студию тогда замечательного актера, он был тогда дебютантом и режиссером, Николая Губенко. Фильм назывался «Пришел солдат с фронта». Картина получила Госпремиум. Но я не считаю, что и тот, и другой фильм являются некими эпохальными вехами в нашем кино. Поэтому я не могу сказать, что я, так сказать, оказывал какое-то воздействие в формировании кинематографического пространства. Но! Вот понимаете, в чем дело? К сожалению, мы иногда, это то, что я сейчас скажу, прежде всего относится ко мне, не очень понимаем тот процесс, те процессы, которые происходят вокруг нас сейчас и сегодня. Мы начинаем это осмысливать много лет спустя. Так же и я, когда я пришел на Мосфильм, мне было сколько там, 30 лет не было, еще был жив Михаил Ильич Ром, Райзман снимал, Элем Климов снимал, Лариса Шипитько, Кончаловский, Тарковский. И только потом, спустя много времени, я начинал понимать какие-то вершины нашего кинематографа. И, пожалуй, вот сопричастность вот к этой атмосфере, которая была тогда на Мосфильме, может быть, мои главные уроки. Когда я читал вашу книгу, я обращал внимание не только на радостные и счастливые события, которые очень ярко описываете, детально, но и на достаточно трагичные истории, связанные в том числе с тем, как принимались или не принимались, как вы уже рассказали, те или иные фильмы. И я обратил внимание на такую фразу вашу, что вы, описывая Чухрая, его характер, его поведение в разных ситуациях, написали так, что у него была удивительная способность исчезать в те моменты, когда нужно было подписать какое-то не очень красивое письмо. Вообще, как часто приходилось кинематографистам, сталкиваться с такими этическими выборами, и в вашей жизни были ли такие выборы? Вы имеете в виду кинематографистов или меня имеете в виду? Ну, вы же тоже кинематографист. Конечно. Тогда, если вы позволите, я расскажу о своем опыте. Однажды меня пригласили в одну комнату на Мосфильме, так называемый первый отдел. Как вы знаете, в советские времена в любом учреждении существовал первый отдел, который выполнял, ко всему прочему, и функции, которыми поручал Комитет госбезопасности. Меня пригласили. Я шел туда не без робости, потому что впервые меня, так сказать, такое было приглашение. Очень хорошо встретили. Я тогда уже писал сценарии, несколько фильмов было поставлено. И после комплементарной части я понимал, что меня вызывают не только для того, чтобы сказать, какие я пишу хорошие сценарии, хотя по этим сценариям были сняты весьма средние фильмы. И задают мне вопрос, скажите, пожалуйста, вы знакомы с Киас Аяном? Я говорю, конечно, он сейчас в нашем объединении снимает фильм «Корона Российской империи». А вы могли бы что-то о нем рассказать? Я с удовольствием начал рассказывать. А вот то, что вы рассказываете, вы могли бы изложить на бумаге? Я говорю, с удовольствием. С этим меня отпустили. Я долго думал, что же мне делать в этой ситуации? То есть было предложение, от которого нельзя отказаться. Я вспомнил уже через какое-то время, одно время я общался с потрясающим актером Михаилом Михайловичем Казаковым. И он в своей книге писал, как его вербовали в КГБ. И когда он выслушал, он сказал, мне нельзя это делать. Человек вербовщик сказал, почему? Он говорит, я во сне разговариваю. Я думаю, что это легенда. Но, во всяком случае, это говорит о том, что, наверное, какая-то часть творческой интеллигенции интересовала КГБ. Я только поразился, почему моя скромная персона их заинтересовала. Прошло две или три недели. Я успокоился. Все нормально. Вдруг раздается звонок. Вячеслав Викторович, я говорю, да. Хотелось бы с вами встретиться. Я говорю, мне куда? В первый отдел идти. Нет. Мы с вами встретимся в гостинице «Балчик». «Балчик» был тогда одна из самых дорогих гостиниц в советские времена. Москвы, да. Я прихожу, комната, никакой надписи нет. Человек, который молодой парень, примерно моих лет, говорит, мы ознакомились с тем, что вы написали, очень интересно. А скажите, пожалуйста, вот сейчас вот Тарковский снимает зеркало. Вы что-нибудь знаете о Тарковском миру? Я говорю, конечно, я с Авгиком, мы здороваемся, хотя мы не приятельствуем, мы не общаемся так довольно близко. А вы могли бы написать о нем свои впечатления? Я говорю, конечно, с большим удовольствием. Я уже знаю, как надо писать, прихожу домой. Я написал рецензию на фильм «Сталкер». Вот с моей точки зрения, это один из лучших моих текстов, которые я написал своей жизни. Я передал им, поправить сказать, не знаю их реакцию, потому что после этого звонков больше не поступало. И, если вы позволите, я расскажу уже совсем случай из новейшей истории. Можно? Конечно. После того, как я приехал из экспедиции, когда я снимал картину «Коты, необщая боль», мне позвонили из Федеральной службы безопасности. Сказал Вячеслав Викторович, вот вы снимаете такой-то фильм. Я говорю, да. А вы могли бы с вами встретиться, чтобы поговорить о фильме? Ну, несколько лет назад. Я говорю, конечно. А где? Я говорю, давайте на Мосфильме. И задаю очень глупый вопрос. Вам пропуск заказать? Он мне отвечает, да как-нибудь я сам пройду. Мы встречаемся, садимся там в кафе на первом этаже, пьем чай, такой высокий мужчина, лет сорока с лишним, с такими развернутыми плечами, узкой талией. Его интересовал только один вопрос. В каком свете я буду показывать их ведомство? И он мне об этом прямо говорит. Я говорю, вы понимаете, я забыл, как его зовут. У меня нет задачи очернять или обелять ваше ведомство, в котором были разные страницы истории. Меня интересует только та история, о которой я пишу. И я готов вам показать фильм, когда он будет закончен. Я вас приглашаю на премьеру и так далее. Он очень хорошо, замечательно. Меня ваш ответ устраивает. Я ему говорю, у меня в ответ встречная просьба. Я могу вас спросить? Да, конечно. Я достаю листочек. Вот у меня три фамилии. Первая фамилия начальник Козельского лагеря, из которого поляков увозили на расстрел в Катынь. Вторая фамилия начальник расстрельного отдела Смоленской НКВД. А третья фамилия мне нужна исключительно для меня. И. Крюков. Он говорит, кто такой? Я говорю, И. Крюков, который лично расстрелял Бабеля, Мерхольда и Академика Вавилова. А потом сам покончил с собой. Просто мне нужна фотография, я не могу где ее найти. Можете помочь? Он говорит, конечно. На этом все закончил. Звонка больше не последовало. А когда я звонил ему несколько раз, мне говорили, он вышел, он в командировке, он вам перезвонит. Вот, пожалуй, все вот такие случаи, с которыми я сталкивался. Но, насколько я знаю, что не только я один. И мне чрезвычайно интересно, я думаю, со временем наступит такой период, когда мы узнаем, кто сотрудничал с этим ведомством и в каком качестве он это делал. Раз уж вы заговорили о фильме «Катынь», он очень личный, я его так внимательно посмотрел, он сделан с большой болью, и это боль не только тех людей, которые рассказывают о судьбах своих близких, которые пострадали, но и чувствуется боль автора. Что лично для вас значил этот фильм, почему вы стали этой темой заниматься? Я вам скажу. Дело в том, что когда мне мой хороший приятель стал рассказывать о Катыни, я полез в интернет, какие-то еще информационные источники стал читать, и вдруг я обнаружил, что в Катыни помимо четырех с половиной тысяч поляков, расстрелянных там с марта по июнь сорокого года, захоронение восьми с лишним тысяч советских граждан, которые расстреляны, как враги народа, по 58-й статье, пункт 10. Это первый момент, да, это первый момент. Второй момент, старший брат моей покойной мамы, я не знаю, как его зовут, он был офицером польской армии. И он ушел добровольцем, как вы знаете, как вы знаете, когда началась Вторая мировая война, и началась на следующем образом. Помимо первого сентября, когда немцы перешли польскую границу, 17 сентября наши войска вошли в Польшу. И президент Польши отдал приказ, чтобы не оказывать вооруженное сопротивление советским войскам. И 200 тысяч сдались немцам. Потом немцы передали нам несколько десятков тысяч человек, которые были размещены в Козельске, и расстреляны часть в Катыни. Каким образом с ними вели работу? Те, кто соглашался сотрудничать с нами, тех отпускали. И большое количество отпущено было. А те, кто нет, тут, значит, у них была определенная судьба. И эти расстрелы проходили еще в Менном. Это Тверская губерния. Это первый момент. Второй момент следующий. Дело в том, что мой отец воевал под Смоленском. И он попал там в плен, когда армия была окружена, и в плен попало там, по-моему, Ворошилов командовал, это миллион двести тысяч человек. Он как раз был вот в этом окружении. Вот. Поэтому для меня это было чрезвычайно важно, значит, рассказать о Катыни или о Катане. Что меня там поразило? Совершенно замечательный мемориал, который сделали поляки. Замечательный. Как раз это было через некоторое время после того, как там разбился самолет с первыми лицами польского государства. И совершенно удручающее состояние могил, безымянных могил, где лежали наши советские люди. Ни табличек, ничего. Там несколько оградок сделали на центральном кладбище силами скромных сотрудников. Все остальное ничего не происходит, не знаю, как сейчас. Вот поэтому, может быть, меня это так тронуло и растревожило, почему я обратился к этой теме. Поэтому я был чрезвычайно рад, когда Ярузельский откликнулся на просьбу. Причем это было моментально. Моя переводчица позвонила ему, он сказал, да, я приму. А почему это произошло? Потому что он очень давно не общался с прессой. И вдруг здесь приехали съемочные группы из России. Он хорошо говорит по-русски. И когда закончилась беседа, он мне говорит, Вячеслав, а меня до сих пор вызывает прокуратуру. Я говорю, пан генерал, он так просил к нему обращаться. Почему? А вот считает, что вот мне не надо было в 80-м году вводить военное положение в Польше. Но, если вы помните историю, если бы он не ввел военное положение в Польше, наши войска вошли бы в Польшу, как они вошли в Чехословакию в 68-м году. Он спас страну. Понимаете? И он рассказал о том, он жил в Восточной Польше в Прибалтийских районах, и оттуда вместе с семьей, 16-летним парнем, он был создан в Сибирь. И в Сибири он провел там несколько лет. И надо сказать, что о Сибири, пребывании, он рассказывал очень тепло. Особенно о людях в Сибири. Есть еще один замечательный герой этого фильма, режиссер Кшиштоф Занусси. Как вы с ним общались, и почему эта тема стала близка ему тоже? Вы знаете, эта тема Катыни, она не то, что близка, она больная тема для всех поляков до сих пор. Вот. Более того, я вышел на Вайду, но Вайда мне сказал, я Катыни сказал все, я больше не хочу говорить. Поэтому я взял хронику. Вот. Я взял хронику из Красногорска, и там есть совершенно потрясающие тексты. Что касается Зануси. Необыкновенно обаятельный человек, необыкновенно глубокий человек, который считает, что Вторую мировую войну начал не только Гитлер, но и Советский Союз. И он очень подробно рассказывал об этом 17 сентября. Я взял тот текст, который не стал бы раздражать ни поляков, ни нас. И когда была премьера в Доме кино, приехало две польские съемочные группы, и приехало чуть ли не все посольство. И для меня было очень радостно, что они очень тепло появляли картины. сейчас, когда вы даете интервью, вы очень часто критикуете современное кинопроизводство и те фильмы, на которые выделяют средства, в том числе государством, за то, что они идут на потребу публики. Почему вы участвовали в 80-е, 70-е годы в производстве похожих фильмов, которые собирали десятки миллионов зрителей, а сейчас критикуете тех, кто собирает, может быть, чуть меньше, но тоже в угоду зрителям работает. Вы знаете, мне кажется, здесь должен быть дифференцированный подход. Вот в чем заключается. Вы прекрасно знаете, какова сейчас основная публика в кинозалах. Это попкорновая публика. Я хочу вам сказать, что доход от попкорна гораздо больше, чем от проката фильма. Зритель изменился, изменился не в лучшие стороны. Когда я в своем скромном романе пишу о том, что какие-то фильмы меня не устраивают, здесь тоже дифференцированный подход, потому что я знаю целый ряд замечательных фильмов и кассовых. Например, «Лед». Прекрасная картина. Или как он называется? «Движение вверх»? Да. Или снял мой приятель, но другого поколения, он моложе меня, Коля Лебедев, «Легенда номер семнадцать». Превосходнейшая картина. Превосходнейшая картина. Должен сказать, что отличных картин в советские времена было мало, и сейчас их мало. Вот там, скажем, в советские времена производилось 140 фильмов в год. Из них 5-6 отличных, 10-12 очень хороших, очень много середняка, и 10-15 откровенно плохих. То же самое и сейчас. Понимаете, в чем дело? Другое дело, что меня во многом сейчас не устраивает профессионализм большинства и продюсеров, и режиссеров, и сценаристов, когда не умеют грамотно клеить кадр, когда не умеют выстраивать монтаж, когда я слышу в диалоге такие вещи, что, понимаете, уши вянут. Но моя критика отнюдь не относится к всему кассовому кино. Этого быть не может. Понимаете, в чем дело? Во-первых, это несправедливо, а во-вторых, это неправильно. Вот. Поэтому, если говорить о современном кино, есть, правда, одна черта, которая меня, как бы сказать, поделикатнее, не очень устраивает. В каком плане? Наш кинематограф и документальный, которому я принадлежу, и игровой, в основном заточен, как бы сказать, на негативе, как мне кажется. На негативных сторонах нашей жизни. Почему наши фильмы получают призы на различных фестивалях, документальные фильмы? Как правило, те фильмы, которые говорят, как плохо жить в России. И почему? Хорошие фильмы, замечательные. Но дело в том, что, так сказать, Запад настолько дезориентированы относительно того, что происходит в нашей стране. И вот эта тенденция меня не всегда устраивает. Потому что я понимаю, почему это происходит. Понимаете? Разглядеть то, что у меня под ногами, мне гораздо проще и легче, чем приподняться на Москве и посмотреть, что там за горизонтом. Понимаете, в чем дело? А это не всегда просто. Вячеслав Викторович, огромное спасибо. Мы продолжим наш разговор в следующей программе. Это говорится. И пусть весь мир ликует и поет Разбуженный пасхальным перезвоном И слезы вдруг как ручейки по склону И тает в сердце многолетний лед Так пусть весь мир ликует и поет